Зрителям постарше эта картина напомнит выездов колхоза на картошку. Когда-то студенты и школьники помогали работникам сельского хозяйства биться за урожай. Но на этом поле, на границе с Курской областью, где ближайшие деревни Озерки Есеньково, все иначе. Полторы сотни человек из ОГУ, 18-й школы и Орелгау не достают корешки, а закапывают их. И это 11 тысяч саженцев красного дуба, выращенных местным лесхозом. Его сотрудники, кстати, заняты в посадке более всего. Из-за маттехобеспечения. Все, и трактора, и лопаты было собрано в рамках акции Дерево Победы, чтобы увековечить память о тех, кто погиб здесь в годы войны. Но целей у явившихся гораздо больше. Например, обеспечить ОКЕ и СТОК, который совсем рядом, будущее. Не просто так, среди главных инициаторов посадки региональное отделение Всероссийского общества охраны и природы и Российская экологическая академия. Они, во-первых, своей корневой системой, мощнейшей корневой системой, укрепляют береговую часть. От смыва плодородного слоя почвы в речку ОКУ. Они оберегают родники от заиливания. То есть они сохраняют глубоководность речки, создают ветровую защиту. А еще у строителей администрация Глазуновского района и отдел поддержки молодежных инициатив областного департамента внутренней политики. Кстати, про молодежные инициативы. Здесь работают волонтеры Победы. Говорят, решили помочь. Хотя им самим накануне 9 мая и связанных с празднованием акций может потребоваться помощь и кадровое пополнение. Чтобы лес появился не только из дубов, но и таких же крепких людей, радеющих за Родину. Присоединиться к движению волонтеры Победы можно на сайте волонтеропобеды.рф зайти в раздел «Стать участником», «Стать волонтером», зарегистрироваться. После чего с вами связывается наш волонтер, который доведет до вас всю информацию по грядущим мероприятиям, по тем направлениям, в которых вы хотели бы заниматься. Также можно зарегистрироваться и стать частью нашей команды в группе ВКонтакте. Посадки будут продолжаться и на другом берегу протекающей рядом оки. В землю сядут не только дубы, но и астролистный клён. И когда всё закончится, появится лес на площади 17 тысяч гектаров. И площадь эта будет увеличиваться. Ведь устроители акции планируют всю оку украсить лесами. Соответствующая многолетняя программа сейчас составляется, чтобы быть предложенной облсовету для обсуждений и дальнейшей реализации. И работы тогда хватит всем, кто захочет поехать не на картошку, а на дубы. Алина Логутина, Сергей Быковский, Владимир Ноздрачёв. Телеканал «Первый областной».